В нужное время, в нужный час созревают плоды наших действий в прошлой жизни. Очень хороший пример привел доктор Рау. Он сказал, яблоки должны созреть в августе. Подумайте, интересно сказано. Яблоки должны созреть в августе, не раньше, не позже. Это означает, что каждый плод созревает в свое время. И вы ничего не сделаете. Вы не можете сказать яблони, ну-ка созреть раньше или созреть позже. Она созревает в нужное время. И наша жизнь это есть дерево. Дерево жизни. И когда нужно, созревают горькие плоды. А когда нужно, созревают сладкие плоды. Человек что делает? Он просто кушает эти плоды и все. Недаром пословица, что посеешь, то пожнешь. Сеешь горькие плоды, пожинаешь горькие плоды. Сеешь добрые плоды, пожинаешь сладкие плоды. Вот это вот правило, по которому работает карма. И сила, которая заставляет человека идти по жизни, как мы говорим. Я не могу изменить свою жизнь. Вот сейчас, что вам мешает уехать с Воронежа? Поехать на юг жить. Ну, а в Таиланд. Классное место, кстати. Тепло, хорошо, кокосы. Что мешает? Там их много. Хорошо, просто уехать к Черному морю. Купить там помещу дом. Сдавать его. И жить не напрягайся. Земля там у нас будет хорошая. Море рядом. Что мешает? Понимаете, да? Вот, а мне и здесь хорошо. Вот, это и есть карма. Вот это и есть карма. Мне и здесь хорошо. Почему эта идея сидит в вашей голове? Потому что у вас нет представления, что есть лучшие места. Нет стремления к этому, что есть лучшее место. Зель, который сидит в тюрьме, он думает, а в тюрьме сейчас макароны. Так, там макароны дают. Нет, здесь хорошо. И вот в Венах написано, что в каких бы условиях жизни не находился человек, он всегда довольный своим положением. Продолжение следует...